Уважаемые студенты, вашему вниманию предоставляется лекция по теме кишечный шов операции на тонкой и толстой кишке. Кишечный шов накладывается на такие отделы желудочно-кишечного тракта, как брюшная часть пищевода, желудок, тонкая и толстая кишка. Показаниями к наложению кишечных швов являются нарушение целостности органа, как со вскрытием его просвета, так и с повреждением только наружных оболочек. Вторым показанием является наложение анастомозов, таких как межкишечный, желудочно-кишечный, желудочно-пищеводный и т.д. Для лучшего понятия кишечных швов необходимо изучить футлярное строение кишечной стенки. Наружным слоем является серозный слой или серозная оболочка тонкой кишки. Глубже располагается самый толстый мышечный слой, еще глубже подслизистая основа, которая содержит нервные сплетения, лимфатические сосуды, кровеносные сосуды, лимфоузлы. И, наконец, внутренний слой – это слизистая. Требования к кишечному шву. Первое требование – это герметичность. Предотвращение выхода кишечного содержимого наружу, т.е. за пределы тонкой или толстой кишки. Достигается путем сшивания серозных слоев между собой. Серозные оболочки прочно склевываются между собой через 12 часов, а через 24-48 часов прочно срастаются, что дает хорошую герметизацию линии шва. Второе свойство – адаптационность. Сопоставление одноименных слоев, серозный с серозным, мышечный с мышечным и т.д. Третье свойство – гемостатичность. Отсутствие кровотечения в области шва. Достигается прошиванием подслизистого слоя, в котором проходят основные сосуды кишечной стенки. Четвертое свойство – это прочность. Достигается прошиванием подслизистого слоя. Пятое – это стерильность. Зависит от целостности слизистой оболочки. При ее прошивании швов становится нестерильным. Классификация кишечных швов. По глубине захвата ткани выделяют серозно-мышечный, серозно-мышечно-подслизистые, сквозные. По рядности – однорядные, двухрядные, трехрядные. По стерильности – чистые, грязные. То есть стерильные, инфицированные. По способу выполнения – ручные, механические, смешанные. И, наконец, по особенностям выполнения – это краевые, прикраевые, вворачивающие, выворачивающие. Первый шов, который мы рассмотрим – это шов ламбера. Выполняется этот шов тогда, когда нужно закрыть предыдущий, более глубокий шов, наложенный ранее на стенку кишки. Итак, на противоположном краю раны производится вкол и выкол через серозную оболочку с захватом мышечной оболочки, выход через серозную оболочку и переход на противоположный край раны. Далее идет вкол через серозную оболочку, через мышечную и выкол через серозную. затем накладывается узел швов ламбера может быть несколько рядов от одного до трех в зависимости от того с какой кишкой работаем для тонкой можно ограничиться одним рядом швов для толстой 2-3 ряда швов ламбера после накладывания первого кишечного шва кисетный шов является разновидностью непрерывно серозно-мышечного шва используется для погружения культи либо культи после резекции кишки либо культи после отсеченного червеобразного отростка слепой кишки z-образный шов тоже относится к серозно-мышечным швам по классификации чистым и используется для погружения предыдущего ряда швов например кисетного шва шов шмидена производится через все слои начиная вкол с слизистой оболочки и дальше идет под слизистая мышечная серозная выкол переход на следующую сторону является швом непрерывным и грязным так как нить контактирует с содержимым просвета кишки шов ревердена мультановского грязный непрерывный шов отличается тем что выполняется с нахлёстом то есть во время накладывания непрерывного шва выполняется петля в которую идет вкол выкол иглы через все слои а затем нахлёст затягивается за счет нахлёста достигается высокая степень гемостатичности и из-под слизистой основы что является хорошим фактором для достижения остановки кровотечения шов пирогова используется как шов первого ряда находит начинается с края противоположного кишки вкол осуществляется через сирозную оболочку через мышечную и выкол в под слизистую основу не захватывая слизистую оболочку затем на противоположном краю раны вкол идет в под слизистую основу выкол через мышечную и сирозную После чего накладывается узел. Шов матышука. Отличается от шва пирогова тем, что узел погружается в просвет кишки. При этом начинается шов совкола в подслезистую основу, проходит через мышечную оболочку, выход через сирозную. Затем на противоположном краю раны вкол осуществляется в сирозную оболочку, проход через мышечную и выкол в подслезистую основу. В результате завязывания узла он оказывается в просвете кишки. Шов Альберта является двухрядным швом. Сочетание непрерывного грязного обвивного шва через все слои, которые затем сверху закрываются отдельными узловыми швами ламбера. Резекция тонкой кишки. Это удаление части тонкой кишки. Показанием к такой операции являются опухоли, ущемленные грыжи с некрозом грыжевого содержимого, сосудистая непроходимость, то есть тромбоз брыжиечных сосудов, обтурационная непроходимость, обтурация опухолью, капролитом вследствие массивной глистной инвазии и т.п. Множественные ранения и травмы кишечной стенки. Доступ для такой операции выполняют нижнюю срединную лапаротомию. В ряде случаев ущемленной грыжи доступ типичный для конкретного места локализации грыжи. Виды резекции тонкой кишки. Обработка брыжейки может быть выполнена либо пристеночным методом, то есть перевязка сосудов идет вдоль кишечной стенки. Либо клиновидная резекция, при которой идет обработка брыжейки более глубокая, клиновидно иссякается и соответственно перевязывание сосудов идет в глубину, то есть идет отступ от кишечной стенки вглубь. Этапы резекции. Мобилизация удаляемого участка. Производится рассечение брыжейки и осуществление гемостаза брыжейчных сосудов в соответствии с выбранным видом резекции. Собственно резекция. Производится наложение кишечных жомов и рассечение кишечной стенки между ними. Рассечение производится только по здоровой ткани. От очага некроза отступает 40 см в максимальном направлении и 15-20 см в дистальном. Затем идет восстановление проходимости желудочно-кишечного тракта. Производится наложение межкишечного анастомоза. Анастомозы классифицируются следующим образом. Конец в конец, бок в бок, бок в конец, конец в бок. Наиболее физиологичным является конец в конец. Техника сводится к следующему, что вначале формируется наружная губа анастомоза с помощью серозно-мышечных швов, которыми сближаются края петель кишки, которую необходимо сшить в виде анастомоза. Затем грязным непрерывным швом прошивается насквозь задняя губа, после чего грязным швом прошивается передняя губа анастомоза. И, наконец, передняя губа закрывается серозно-мышечными швами. Техника наложения межкишечного анастомоза бок в бок отличается тем, что после резекции концы отводящей и приводящей петли ушиваются наглухо и погружаются в просвет кишки. Затем на противоображечном крае рассекается кишка как приводящая петля, так и отводящая, после чего накладываются на заднюю губу серозно-мышечные швы отдельно узловые для сближения рассеченных участков стенок кишок. Затем непрерывным швом грязным прошивается насквозь задняя губа. После этого осуществляется прошивание насквозь передней губы и закрытие, наконец, серозно-мышечными швами ламбера передней губы. Сравнение достоинств и недостатков межкишечных анастомозов. Конец в конец и бок в бок. Вот такое сравнение. Конец в конец более физиологичен. Соединение участков кишечника с разным диаметром затруднено из-за того, что может быть стеноз или несоответствие. Вероятность развития стеноза у такого анастомоза выше, чем у анастомоза бок в бок. И наличие критической точки анастомоза, о которой мы поговорим несколько позже. Бок в бок не физиологичен. Возможность соединения участков кишечника с разным диаметром. Меньшая вероятность стеноза у него и нет критической точки. Критическая точка кишечного анастомоза – это участок сопоставления брыжеек двух сшиваемых отрезков кишки. Дивертикул мекеля. Выпячивание кишечной стенки 2-15 см длиной, расположенное на подвздошной кишке на расстоянии 30-60 см от илиоцикального угла и являющиеся незавершенной частью желточного протока. Воспаление дивертикула мекеля может симулировать аппендицит. Также может являться причиной кишечной непроходимости. При случайном обнаружении подлежит удалению. Хирургическое лечение дивертикула мекеля. Если дивертикул имеет узкое основание, то техника удаления сходна с аппендектомией. При наличии у дивертикула брыжейки необходима его мобилизация. Если дивертикул имеет широкое основание, то производится сегментарная резекция стенки кишки с последующим наложением двухрядного шва в поперечном направлении. Если в случае дивертикулита или непроходимости кишечная стенка патологически изменена, то производится резекция участка кишечника с последующим наложением межкишечного анастомоза. Лекция закончена. Благодарю за внимание.